МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. Обычно я начинаю программу словами, поговорим о том, что интересного, смешного или грустного. Окружало нас в мире, в Украине, в Одессе. Но сегодня мы будем говорить об Украине и об Одессе. О мире поговорим в следующий раз. Хочу поделиться некими размышлениями о Владимире Зеленском перед его инаугурацией. Прежде чем говорить о нем, хочу напомнить, что во втором туре я голосовал за Зеленского и призывал к этому других. Хотя он не мой герой. И в первом туре я голосовал за Тимошенко. Голосовал я за Зеленского, потому что иного варианта уже не было. Кто угодно, но только не Порошенко. В этот раз кем угодно случайно оказался Владимир Зеленский. Вы, конечно же, помните, как после выборов на него сразу же набросилась пока еще нынешняя власть. Зеленский еще не приступил к исполнению обязанностей, как эти крысы из Верховной Рады и правительства стали предъявлять ему свои претензии и требования. Мне представляется, что он, может быть, по неопытности, уже наговорил слишком много совершенно необязательных вещей. В том числе и такое. Сегодня после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из общего между Украиной и Россией у нас осталось 2295 километров, 400 метров общей границы. Я бы хотел спросить у Зеленского и больше ничего общего, кроме границы? А общие молитвы? А общие братские могилы? А общая победа над фашизмом? А миллионы смешанных браков? И дети, рожденные в них, они ведь наши общие? И то, что мы понимаем друг друга без переводчика, тоже о многом говорит. Вы знаете, мне бы не хотелось думать, что подобные категоричные высказывания это попытка Зеленского понравиться парубийцам и бандерлогам. Владимир, ты им все равно не нравишься. Или уже забыл? Каждый в своем оточении должен выделить тех людей, которые голосовали за Зеленского, взять их за хобот и приконать за допомогою бейсбольной биты, за допомогою праски и паяльника, за допомогою доброго слова, за допомогою 500 гривен, за допомогою чего завгодно, приконать их, что они мают биты и проголосовать за Петра Олексійовича. Иначе потом нам доведется уже працювать там как террористы, лучше працювать как народники. Мы их переконаем, чтобы потом не довелося их вбивать. И еще я хочу сказать Зеленскому, не стоит забывать предостережение Иисуса Христа о том, что не надо метать бисер перед свиньями. Пора понимать, что каждое твое слово, Владимир, может иметь значение для судеб людей и страны. Поэтому игры в КВН пора заканчивать. Ты уже в большой политике. Зеленский встречался с Парубионом. Обсуждали некие государственные вопросы. На встречу Зеленский пришел не один, а надо полагать со своими ближайшими соратниками. Какие-то люди в мятых пиджаках и свитерах. Кто такие? Чем прославились? Понимают ли, что такое дресс-код? Эти люди, что ли, будущие руководители Украины? Ну-ну. Когда мне было 14 лет, примерно вот в этом возрасте, я увлекался фантастикой. И попался мне рассказ. Я, к сожалению, не помню автора. Прошло 55 лет. Но название, мне кажется, было таким. Башня. Суть. Очень любопытный рассказ. Планета. Ну, типа Земля. И на планете это государство. Там правитель. И вдруг во дворце этого правителя начался государственный переворот. Стрельба. Все бегают, кричат. Убивают случайно этого правителя. И опять же все бегают, кричат, стреляют. А там в этом дворце жил мальчик. У него там была своя коморочка. И в его обязанности входило чистить обувь правителю этой планеты. Но когда начала стрельба, он так испугался. Он не знал, куда бежать. Он бегал, чтобы не попасть под перекрестный огонь. И в итоге забежал в тронный зал. И забежав в тронный зал, там трон стоял большой. Он забился в угол этого трона. Накрыл себя мантией королевской. Стрельба стих. Он выглянул. Этот мальчик со щеткой. За одним ботинком. И вдруг появились солдаты, которые с оружием встали с двух сторон этого трона. Потом появились еще солдаты, которые усилили охрану. Потом явился начальник охраны и, обратившись к мальчику, спросил, Ваше Величество, какие будут указания? Ну, кто-то сидит на троне, значит. Его Величество там сидит. Таким образом, мальчик стал королем, правителем этой планеты. Ну, он понял, что дела тут такие, что можно ожидать и следующего государственного или военного переворота. И распорядился построить ему высоченную башню, чтобы он мог уйти от дворцовых интриг, жить в этой башне и оттуда уже руководить подданными. Ему построили эту башню, он перебрался туда. Прошли годы, ему отправляют туда документы, еду, документы возвращаются обратно, с резолюцией. В общем, государство существует. Прошло 50 лет, все нормально, идет обмен документами, спускаются вниз из башни указания. Прошло 100 лет, прошло 150 лет, а он там в башне функционирует. Тогда задумывались уже новые люди в этом королевстве на этой планете и решили, надо проверить, что там происходит. И они, уже отбросив запреты, поднялись в эту башню и увидели, что в башне наверху маленькая комнатка. В середине комнаты углубление, в которое лежит уже мумифицированный труп человека в маршальской истлевшей форме. это был тот правитель, который умер лет сто тому назад. А рядом два транспортера. По одному снизу подавалась еда, а стол постояла и уходила в утилизацию. А другой транспортер привозил бумаги. И было три приспособления резолюции этого правителя, который уже был давно мертв. Одна резолюция «Да» и подпись, другая «Нет» и подпись, а третья «Надо подумать» и подпись. И вот пришла бумага, попала на «Надо подумать» ушла обратно вниз. Пошел месяц, полгода. Она снова возвращается, но попадает уже на резолюцию «Да». Создается полное ощущение «Ты смотри, сначала подумал, теперь «Да» или «Нет». Вот так происходило в этом королевстве. Вот такой фантастический рассказ. Ну, как видите, управлять государством в соответствии вот с тем, что я вам рассказал. Не так уж и трудно. Труднее найти людей, умеющих управлять государством. Я думаю, что вывод очевиден. Зеленскому необходимо привлечь к работе бескорыстных, преданных родине людей, имеющих высокий интеллект и широкую профессиональную эрудицию, обладающих незаурядной интуицией и беспримерным терпением. Только в этом случае все может получиться. Думаю, что в Украине такие люди есть. Человек 70, не больше, но есть. Так что главное, Владимир Александрович, не ошибись с подбором и расстановкой кадров. Порошенко присвоил 24 генеральских звания. Ну, кому генерал-майор, кому генерал-лейтенант. Мало того, он еще присвоил звание Героя Украины председателю Службы Безопасности Украины Василию Грицаку. У Василия Грицака два прозвища среди его коллег. Первое это Вася Шофер, потому что он как поднимался по карьерной лестнице. Сначала он у начальника одного шофера был, потом научился шашлыки готовить. В общем, пошел, пошел, пошел. А второе Вася Банько. Ну, так его называют его коллеги. Назначен он был в СБУ начальником в 2015 году с приходом Порошенко. И вот какая реакция на это. Вот что пишет известный юрист и высокопрофессиональный человек Андрей Портнов. «Все, кому в этот период дали блестящий пятачок или погоны, отличный маркер, кого нужно первым вывернуть наизнанку. Это прямой идентификатор причастности к преступной организации Порошенко и плата за какие-то услуги». Конец цитаты. А вот что говорит политолог Кость Бондаренко. «Присвоение Василию Грицаку звания Героя Украины такое же карикатурное и бессмысленное действие, как вручение Ордена Победы Брежневу». Грицак Герой это скорее из области анекдотов. Интересное сообщение журналиста Бойко. «Я могу рассказать, как 31 августа 2015 года Вася Банько устроил массовые беспорядки и бросание гранаты под Верховной Радой. В результате еще были убиты 4 человека». Вы же понимаете, что это не единственная провокация под руководством главы нынешней службы бывших в употреблении. СБУ сокращено. Можно вспомнить про Бабченко, Савченко, ну и так далее, и тому подобное. Я уже говорил в одной из предыдущих передач КПП, что если бы я искал типажи для создания фильма про войну, я бы, конечно, пригласил Грицака на роль предателя в партизанском отряде. Я его вижу так. Мне представляется, что вот этими всеми действиями Порошенко хочет оставить для Зеленского минное поле. Ну и дает определенный сигнал, типа ты же видишь, тут все мои преданные люди, я еще вернусь, так что не сбрасывай меня со счетов, и не надо со мной что-то делать плохое, мы же еще может быть как бы будем вместе работать, и так далее. Понимаете, Порошенко думает, что те, кого он истерически пытается растасовать по разным должностям, чувствуя себя как-то обязанными, будут в дальнейшем помогать, ну, остаться на плаву, скажем так, в политике. Что я могу сказать, Порошенко? Петя, и не мечтай, вся твоя так называемая креатура после инаугурации Зеленского уже у него будет спрашивать, чего изволите, господин президент, и кинут тебя, как в Одессе уже сделал Труханов, и готовится Гончаренко. Одесса. Мэр Труханов, как сообщает его пресс-служба, посетил торговую палату Генуи, ну, и обсудил, как они пишут, с местными политиками, почему-то политики там, местные сидят в торговой палате, возможность увеличения товарооборота между Одессой и Генуи, и также создание свободной экономической зоны. Однако, почему-то наибольший интерес мэра вызвал вопрос робототехники, робототехники, и он был восхищен разработками итальянцев в этой области. Что сказал Труханов? В итальянском технологическом институте изучают вопрос, как сделать роботов более человечными на уровне эмоций. Ты лучше подумай, как сделать сотрудников мэрии более человечными. Дальше. Данное исследование может быть полезным для использования роботов в качестве сиделок для помощи людям с проблемами слуха и тому подобное. Где кроме механической работы требуется эмоциональная поддержка. То есть Труханов считает, что роботы будут эмоционально поддерживать больных людей. Это он сообщил. И на ней ты меня пугаешь. Могут подумать, что ты тоже того. опытный образец. Но должен сказать, что одесситы могут не волноваться. Потому что в очередной раз он ездил в Италию не с роботами встречаться, а увидеться с братьями по разу. Дело в том, что Италия была первой европейской страной, где полиция внесла Труханова в свои списки российского криминалитета. И я думаю, это мое предположение просто, что поездка в Италию связана с целью, ну скажем так, освежить некие специфические контакты в той стране на случай вероятного бедства. Ну а рассказы о возможности создания свободной комиссии зоны это просто прикрытие поездки, иначе бы уже нам Мэрия сообщила результаты этих переговоров, где планируют эту свободную зону, когда, кто будет заниматься этим и так далее. есть распоряжение Геннадия Труханова о том, что в августе планируется направить на отдых 100 детей в оздоровительно-спортивный лагерь Виктория. Это тот лагерь, где полтора года тому назад пожар унес жизни троих детей. Вы знаете, если это так и планируется вот такое мероприятие, то в следующей передаче обязательно поговорим на тему, почему в тюрьме по делу Виктории сидят не те, кому следовало бы. Я постараюсь выяснить этот вопрос. И последнее. День победы 9 мая этого года показал, что Одесса реально была, есть и, надеюсь, будет городом-героем. И спасибо всем, кто помнит павших и чтит живых. В Берлине в Трептов парке стоит монумент воину-освободителю. Прообразом этого монумента явился гвардии старший сержант Масалов Николай Иванович. Во время штурма Рейхстага он увидел, что возле убитой женщины сидит, плачет маленькая трехлетняя девочка. И она находится под перекрестным огнем и с немецкой стороны, с нашей. Вот он бросился и вынес ее из-под огня. Вот этот простой советский солдат. Вот ему вечная слава. И вот этот монумент должен стоять всегда. И еще. В подсдаме, когда встретились руководители Англии, США и Советского Союза, 17 августа 1945 года, Сталин в беседе с новым президентом Америки Гарри Трумэном сказал ему следующую фразу. Гитлер жив и скрывается где-то в Испании или Аргентине. Сегодня уже не важно, был он на тот момент жив или нет. Сегодня важно другое, чтобы он сегодня не жил в сердцах новых фашистов. Чтоб их не было никогда в стране, которая столько натерпелась от этой коричневой чумы. Я поздравляю всех с этой великой победой, с этим праздником. Не забывайте живых, напомните о павших. В бою я убит был 9 мая, землю чужую друзьями зары. Как же мы счастливо жили, родная, если бы если бы я не был убит, ты бы встречала меня на вокзале, там, где оркестр победный гремит. здравствуй, любимый, ты тихо сказала, если бы только я не был убит. За руки взявшись, дошли до порога дома родного, чей запах забыть. Мне бы для счастья хватило немного, если бы только я не был убит. Поговорили о том и об этом Выпили пчарку, чтоб жить без оби. Я бы тебя целовал до рассвета, если бы только я не был убит. над братской могилой снежная замя, но вечный огонь согоревая горит. Я б до земли поклонился за память, если бы только я не был убит. Я б до земли поклонился за память, если бы только поклонился Продолжение следует...